Я буду рассказывать прежде всего про CRDT в этой презентации, но в целом я как бы вообще очерчу границы этой темы, Groupware Systems и что это такое и как это примерно, с чего начинать, скажем так, потому что тема такая как-то в последнее время актуальная, но не сильно раскрытая. В интернетах, так что вот там внизу есть типа ссылка, если нужно, там ссылка на GitHub с этой презентацией, есть она на GitHub и примеры, все такое и в конце еще будет, так что можно сразу почитать. В общем, я начну с того, что такое, как бы с определения, что такое Groupware или Collaborative Systems, то есть сначала их называли Groupware 30 лет назад, сейчас это больше называют Collaborative Systems и алгоритмы для... то есть это такие системы, в которых нужно получать обновления в реальном времени, где вы получаете, там все участники системы получают обновления в реальном времени. Что это такое? Например, чат или, например, Google Docs или, например, онлайн игры какие-то. Вот Google Docs хороший пример, в смысле Docs, не Spreadsheets. Там всякие корзины, мультиордеринг и так далее, это все дело вот входит в домен Growthware Systems или Collaborative Systems. Почему я об этом рассказываю вот как бы для фронтендщиков? Я так понимаю, что фронтендщики, да, вот сейчас собрались или я ошибаюсь? Все подряд, backend. Кто на фронтенде пишет? Кто на backend пишет? Кто full stack? Окей, got it. Ну тогда как бы я презентацию делал прежде всего в контексте для JavaScript разработчиков, потому что это горячая тема для них. Для backend это более скучная тема, то есть кто там... Я не знаю, сколько... Я знаю несколько человек, которые пишут базу данных, но я так понимаю, что их не так много в целом, и эта тема прежде всего как бы для них интересна. Почему это интересно для JavaScript разработчиков? Потому что, ну вот сейчас как бы пошла тема с всякими мультидевайсами, типа у вас есть телефон, у вас есть iPad, у вас есть там Apple TV и так далее. И если у вас есть сервис, который находится на всех этих девайсах, например, Netflix, то хотелось бы консистентное поведение, как across your devices, да, то есть среди всех. То есть если я смотрю там House of Cards на Netflix на телефоне, я хочу продолжить на Apple TV смотреть с того же месяца, где я закончил. Да, это нормально. Я, вот у меня такие ожидания от Netflix. И в принципе приложения, которые разрабатываются, мультипользовательские, которые сейчас разрабатываются, они все больше и больше ориентируются на то, что все хотят, чтобы было все консистентно на всех девайсах. Или там еще пример Gmail, да, то есть если там есть красный кружочек с номером, с циферкой 2, то я хочу, чтобы эта циферка была одна и та же, везде, где я бы не зашел на Gmail. В браузере или телефон, или iPad, или неважно. Вот, и вот Groupware System частично решает эту проблему. Ну, в общем, призваны решать эту проблему. Там есть два основных подхода. Вторая, значит, как бы тема – это Network Partition Tolerance. То есть если пользователь сервисом едете в тоннеле, да, там пропадает интернет, то хотелось бы, чтобы можно было продолжать пользоваться приложением, да, которое было написано. То есть если там я делаю заказ в магазине, я как бы не водитель еду в тоннеле, то я хочу продолжить добавлять в корзину и смотреть мой каталог. Я не хочу, чтобы тут вот оплоснет интернета, ждите, продолжайте. У меня есть время, я готов это делать. Вот, и последняя тема, я считаю, она самая горячая и очень нераскрытая вот в интернетах, и в целом как бы почему-то, в целом мало исследований на эту тему – это Back and Free Systems. То есть когда вы делаете, создаете полноценный сервис, который работает без бэкэнда вообще. Ну, сейчас уже технологии такие, что это возможно, да, что при определенном желании и креативности можно добиться того, что вы сделаете P2P-архитектуру, зашарзиваются данные. Даже есть такое исследование, чуваки сделали, три на самом деле исследования, чуваки сделали поисковую систему без серверов, без бэкэнда. Все шарзится между пользователями, все данные между пользователями, они делают там кворум и так далее, но в общем идея такая, что бэкэнда нет. P2P-поисковая система. И, ну, это круто. Сейчас вот современные достижения вот в Collaborative Systems как бы дают возможность такое делать. Вот. В целом эта область Computer Science называется синхронизация в асинхронных средах. То есть как бы и решают какие-то три фундаментальные проблемы, которые вот есть в асинхронных средах. Типа первое это divergence, когда расходятся версии документа. То есть если я редактирую doc-файл на одном компьютере, потом на втором компьютере один и тот же, то когда параллельно, то в какой-то момент нам нужно что-то сделать, какие-то операции, чтобы их слить, да, чтобы контент сошелся. Второе – casualty violations. Это как бы когда порядок операций влияет на конечный результат. То есть вот если там поменять действия, удалить и добавить, да, можно получить на тексте, то можно получить совершенно разный результат, который и неожиданный, который никак не поможет в работе. И последняя тема – это intention violation. это когда вы добились того, что все сходится, добились того, что порядок операций корректный, но результат – это не то, чего вы ожидали. Это уже как бы доменно-специфическая проблема, и я чуть попозже постараюсь раскрыть ее в большей мере. Вообще, какие существуют подходы в распределенных системах и репликациях между ними? Ну вот есть там два основных. Первый – это pessimistic replication, и второй – это optimistic replication. Пессимistic replication – это когда ваша система дожидается, что на всех, все участники получили все ноды, получили обновления, и после этого выгодит окей. И если хотя бы один не подтверждает участник, что он получил, вам, соответственно, возвращается ошибка. И там есть разные подходы, типа, там, two-phase commit, там, короче, ну вот это классическое поведение базы данных. Когда вы настроите кластер баз данных, то вы либо запишете, он упадет на весь кластер, либо нет. Вам ведется ошибка. И optimistic replication или оно же eventual consistency – это когда вам система сразу отдает ответ «Окей, записано!» и гарантирует, что в конечном итоге все участники системы получат эти обновления. Eventual consistency – термин вел Werner Vogels, это сети Амазона, который, как бы, придумал, задизайнил базу данных под названием Dynamo. Dynamo, я не знаю, как правильно. Короче, это на AWS сейчас довольно такая горячая тема. И когда они выпустили этот пейпер, типа, чем Dynamo и какие там они design considerations, типа, приняли, начали разрабатывать Cassandra на базе этого пейпера – это альтернатива Dynamo. Они сейчас сильно разошлись концептуально, но, как бы, идея такая, понимая, что подходы в разработке распределённой системы были одни и те же. Вот. Короче, как бы, идея понятна, да, что, скажем, про pessimistic replication все участники системы всегда получают… Вот если вы записали там единицу, все получат единицу гарантированно или не получат ничего, или вы не запишете, не получите ничего. В то время как в optimistic replication вы записываете единицу, если там была двойка, то некоторые участники, которые читают с других нот, могут получить двойку, пока в конечном итоге они получат единицу. Но непонятно когда. То есть есть там consistency window, так называемое понятие, которое сдаёт какие-то временные рамки на эту тему. В общем, вернусь к collaborative systems. Как бы её пытались построить, начиная с 70-х, когда всё самое горячее было придумано. Вот. Но почему-то, типа, ничего не сильного не получалось. То есть все пытались делать, там, как бы, разные подходы, там, лочить объекты, там, вводить транзакции, two-phase commit тоже. Потом делали так, там, вот, например, до сих пор single active participant используется в софте для конференции от Cisco, как он там называется, не помнишь? Но, типа, там вот ты кого-то назначаешь главным, он, типа, ведёт, потом надо назначать другого главного, чтобы он вёл и так далее. То есть это было придумано давно, типа, там, 40 лет назад. Dependency detection. И, короче, вот reversible execution – это, в общем, лог баз данных. Это вот то, что, ну, сейчас используется активно в базах данных. Вот. В общем, я, как бы, ещё обращу внимание на consistency models. Это, типа, по поводу данных. Вот, какие ожидания от данных, какие модели ожидания от данных в распределённой системе существуют. Типа, strong consistency – ну, это то же, что и pessimistic replication. То есть вы, типа, гарантированно, типа, получаете все обновления или ничего не получаете. Ошибку. Weak consistency – значит, что вы записали, и не факт, что прочитаете то, что вы записали. Ну, в конечном итоге вы прочитаете. Но не факт, что сейчас. То есть вот я записал… Очень легко это, как бы, мысленный эксперимент провести. Вот, возьмите, например, два маскеэля параллельно и настроите между ними load balancer. Да, и в какой-то, типа, ну, записался, а в какой-то нет. Ну, и там какую-то репликацию между ними, там, раз в пять минут. Так вот, в следующий раз, когда вы сделаете чтение, у вас, там, вероятность 50%, что вы получите то, что вы записали. Вот. То есть, типа, ну, никто не хочет с таким работать особо. Это очень неудобно. Eventual consistency – это, как бы, гарантия того, что вы, в конечном итоге, получите свои данные, а также использование разных техник, типа read your writes. То есть, например, вы действительно пользуетесь load balancer, но load balancer знает, куда вы записали, и вам может в той же ноде дать ответ. Просто, типа, помечают, что… Называется эта штука correlation identifier. Типа, вот он, как бы, пометил, что эта нода была записана, и вам оттуда дает результат, и вы, как бы, думаете, что вы находитесь в реальности, где вы… то, что вы записали, вам доступно. Но остальные участники системы, соответственно, в конечном итоге получат, но они находятся в другой реальности. И Strong Eventual Consistency – это, как бы, такой, как бы, кейс Eventual Consistency, в котором дается такая гарантия, что, типа, если все ноды, если все участники системы получают… получили все операции, которые были инициированы в системе, независимо, в каком порядке, то состояние этих нод будет одинаковым. Ага. Это понятно, да? Окей. Хорошо. Теперь, как бы, немножко про консистентность – это важно. Я потом, как бы, буду более детально уже, как бы, какие-то определять свойства этого всего дела. Поэтому нужно понимать, что есть, как бы, да, чтобы ориентироваться, как бы, зачем там нужно такой геморр, математика и так далее. В общем, существует два таких основных подхода, как бы, в работе Collaborative System на данный момент. Ничего третьего не придумали. Первое – это Operation Transformation. Это такой… это даже не алгоритм. Это, как бы, поддержка некоторых математических свойств для того, чтобы достигать консистентности в распределенной системе. И вот это примерно выглядит так, что, как бы, у нас есть операция, да, каждая система, каждый участник системы генерит какую-то операцию. Вот, например, операция 1 и операция 2. Если идти в тупую, то в первом сайте будет операция операция 1 и операция 2, а в втором сайте операция 2 и операция 1. То есть, если мы предположим, что это операции добавить и удалить, то мы получаем разные порядки и, как бы, ну, в результате получаем фигню. Поэтому нужно, там, вводится первое, как бы, такое понятие Transformation Property. Вообще… так, сейчас я что-то глянул дальше. Вообще, типа, это было придумано в 89-м году. Там, Элис и Гипс сделали первый пейпер, первый прототип. Они сделали такой коллаборативный текстовый редактор Groove, где можно было редактировать текст совместно, удаленно, распределенно. На тот момент это была просто бомба, супергорячая вещь. Такого вообще не было. Интернета не было, если вы помните. Кто помнит? Кто был? Вот. И это было, типа, супергорячо. Они добились какого-то результата. До этого ничего такого подобного не существовало. Вот. И, как бы, формальное определение такое, что у вас есть какой-то некая функция трансформации. Сначала ее назвали Transformation Matrix. Потом в литературе уже все больше называют Transformation Function. Transformation Matrix, которая, когда получает две операции от двух нод, умеет трансформировать их таким образом, что при любом раскладе порядок будет один и тот же. Семантику этого порядка определяете вы, потому что эта функция пишется под каждый доменный кей, ну, под каждый случай. Но, типа, если приходит операция 1, операция 2, то эта функция трансформации должна сделать так, что пришла она в порядке 1, 2, 2, 1, она всегда будет в одном и том же. Или 2, 1, или 1, 2. Ну, как вы определяете внутри этой функции. Но он всегда будет один и тот же для всех участников системы. Таким образом, вы добиваетесь консистентности на всех нодах. Вот, типа, пример, как оно, функции трансформации. Видите, что тут пошли вот такие, и пошла третья операция, которая говорит, что вот порядок обязательно должен быть таким. Короче, операция transformation используется, например, в Google Docs. Не в Spreadsheets, а именно в Docs. Когда вы редактируете, то там видите там флажочек, кто сейчас пишет, печатает и так далее. Долгое время, я не знаю сейчас, вот состояние на сейчас я не смог этого воспроизвести, но долгое время максимальное количество участников было 5. То есть одновременно редактировать документы в Google Docs могли 5 человек. И если их больше, то там такое серенькое появляется, типа, и вам нельзя редактировать. И чем это вызвано? Тем, что количество операций просто огромное. И трафик между вами на каждый тайп, условно, вы уходите, вы помечаете сообщение, передаете состояние нот, ваше состояние нот. Ну и, короче, это трафик интенсив. Вот, и не путайтесь с Google, спрячьтесь, там другой подход. Там вот локинг используется. То есть на каждую ячейку можно залочить, ее редактировать два человека одновременно не могут. Это другой подход. Та же фигня с Hangouts. Кто знает максимальное количество участников Hangouts? Есть. Вот. Это оно. Потому что они сделали синхронизацию на базе Project Transformation, и там есть ограничения. Из-за этой же, из-за сложности этого, как бы, создания алгоритмов Transformation Function сдох Google Wave. Вот. Потому что, ну, они задизанили бы, как бы, изначально его неправильно, ну, не оптимально. Два года оптимизировали, но за два года вся аудитория свалила. Так что вот. Короче, какие есть проблемы с этим подходом? Значит, проблема номер один – это доказать то, что он корректный, очень сложно. Проблема номер два. Сейчас скажу, в каком году. В 2003 году чувак Остер и еще там какие-то чуваки доказали, что все алгоритмы, которые были созданы до этого, некорректны. То есть на любых, а их вот это я перечислил, это, типа, базовые. Типа, Groove, Deo, Jupiter. На тот момент они уже были. Jupiter – это протокол. Короче, они все неправильные, все некорректные. Всегда есть контрпример на каждую из этих функций трансформации. Но чувак, типа, не промах. Он, короче, написал набор своих generic функций трансформации. Называется TTF или Tombstone Transformation Functions. Типа, и доказал, что они корректны. И на данный момент это единственные корректные алгоритмы для Apparent Transformation. Вторая тема, что то, что они некорректны, не значит, что они не полезны. Это как с моделями, да, в физике. Типа, что модель не должна быть корректной, модель должна быть полезной. Вот. И, в принципе, есть, как бы, там, я позже расскажу, есть инструменты, которые, как бы, добавляют какую-то, как бы, полезность, могут добавить в ваш проект. Вот. Короче, вот я уже рассказал, кто их использует. Google Wave, Google Docs, Level, там, ну, есть много, кто, как бы, ну, завязал. Те, кто использует, делает проекты на базе Share.js или Share.odb или OT.js, то есть есть какие-то фреймворки, которые позволяют делать... Это иллюстрация того, насколько это сложно. Это иллюстрация, это представление одного шага трансформации. То есть если вы представите их больше, то там уже график получается совсем адовый. Вот. Значит, так, ну, про это я закончил, и я перейду к тому, что мне интересно. Значит, conflict-free replicated data types. Это, как бы, альтернатива вот этому всему движению oppression transformation. Короче, это все дело началось в 2001 году. Марк Шапира, там, и другие чуваки в Институте ENRIA в Париже, типа, сделали такие типы данных, которые позволяют поддерживать partial order и не создавать конфликтов внутри системы. Чем это отличается от OT? Как бы были на одной странице, что OT, если функция трансформации может откатить данные назад. То есть у вас вот есть состояние ноды, и вы можете создать такие обстоятельства, при которых состояние будет откатано назад. CRDT это невозможно. То есть вы двигаетесь всегда вперед, и данные с точки зрения, как бы, CRDT всегда корректные. Но это не нужно путать с доменной областью. Это не значит, что данные корректные для доменной области. Вот. Короче, опять про фронтендеров. Значит, как бы, чем это может быть полезно? В общем, это может быть полезно тем, что, например, вы такой brave, типа, разработчик, и бэкенд отстает от вас. Или они в Индии, и вам не хочется марать руки. Или еще какая-то ситуация, когда у вас есть свобода на фронтенде, но никакой свободы на бэкенде, нет гибкости на бэкенде. То вы можете создать вообще систему без бэкенда на базе CRDT, коллаборативную, которая будет корректно работать везде. И, ну, это очень большое преимущество. Сейчас такого, ну, раньше такого нельзя было. Вот если бэкенд, типа, там что-то ему не нравится, то все, как бы, у вас руки связаны, вы ничего сделать не можете. Теперь это уже не так. Ну, как бы, вторая тема – это про UX. То, что если там сеть blinked или потеряли еще что-то, CRDT позволит сделать так, что experience будет хорош, гладок. Вот, потом всякие аппликейшны, которые, типа, которых длинные сессии. Например, там, вот я знаю, у промо сессии двое суток. У саундклауда сессии неделями могут быть. Таким образом, типа, страница вот загружена, она не перегружается неделями. Но вы, как сервис, владелец сервиса, хотите, там, чтобы рекламка менялась, там, или, там, каунтеры какие-то обновлялись, еще что-то. Ну, то есть, вот такие мелочи, из которых обычно создается, это вот MLP – Minimum Lovable Product, да. Вот, их можно добавить с помощью CRDTs. Ну, еще одно преимущество, не знаю, вам интересно или нет, можно сказать полностью оффлайн-аппликейшн, как бы, вообще, который работает без интернета и там выходит, синхронизируется раз в какой-то период. И тоже никаких конфликтов не будет с точки зрения состояния на всех участниках системы. У всех участников системы. Значит, как бы, конфликт под CRDTs, на самом деле, как бы, спрятано два разных подхода, два разных термина. Первый – это Convergent Replication, Replicated Data Type. Идея такая, что вы трансформируете state и его передаете вокруг, по своим нодам. Но это просто state, то есть, как бы, это оптимально с точки зрения спейса, ну, с точки зрения памяти, там, так далее, на конечных нодах. И вторая тема, более удобная для прогримистов, она еще напоминает Event Stream. Это Operation Based. То есть, вы передаете не состояние, а операции, а потом собираете операции на каждой ноде. То есть, у вас там операция добавить, удалить, там, поменять, перевернуть. Вы передаете операции и применяете их на каждой ноде отдельно. Тоже формально доказано, что они эквивалентны. То есть, их можно, любой алгоритм можно имплементировать как так, как через Convergent, так и через Commutative. То есть, никаких вопросов это не должно вызывать. Можно сделать прототип на командах, потом переехать на state, если вы решили сэкономить память ваших клиентов. Вот. Вот теперь, как бы, самый, наверное, сложный слайд. Это, как бы, на чем строится идея сердитис. То есть, в математике это пол решетки. Наверное, слышали такое понятие Semilatis. И для каждой операции нужно поддерживать, как бы, набор свойств. Первое свойство Commutativity. То есть, когда порядок операции не имеет значения. Второе свойство Associativity. Ну, понятно, там, со скобками. И самое интересное свойство это Adepotency. Это когда одна и та же команда проходит несколько раз, то state не меняется, он остается один. Это очень важное свойство, потому что в распространенной системе нельзя добиться Only Once Delivery, если, как бы, вы слышали, такая тема. Еще есть такая, как бы, в системах проблема византийских генералов. Кто слышал о ней? Не? Ну, вот когда у вас два участников системы, у вас нет никакой, вообще, возможности доказать, что сообщение было доставлено. Вы не можете это сделать. Это практически невозможно. Вот. Поэтому важно, чтобы было Adepotency, чтобы можно было несколько раз послать сообщение на случай, если что-то утеряно, или вы считаете, что что-то утеряно. Вот. В общем, эти свойства поддерживаются в ряде алгоритмов. То есть, они, там, как бы, двигались, условно, там, в двух направлениях. Одно направление было, как бы, просто продемонстрировать, что это возможно, а другое направление практическое применение, типа, текстовый редактор. Почему-то все компьютер-сцентисты, они обожают вся текстовый редактор, они, короче, постоянно их пишут на разных алгоритмах. Они оптимизируют все. Это у них, типа, супер-кейс. Поэтому появились вот такие мощные алгоритмы. Вот я снизу начну. Это 3Doc, Logood и еще там есть другие. Это такие сложные алгоритмы, как, типа, как редактировать текст и с поддержкой, там, desired behavior. То есть, как вы считаете, нужно, как бы, резолвить конфликты при таких, таких ситуациях, при всяких ситуациях. То есть, они, как бы, очень много связанного с текстом внедрили. Но обычно задача редактировать текст совместно стоит, ну, на практике. У меня встречалось один раз за 14 лет. Поэтому у кого еще встречалось, может, было такое? Такого, по-моему, вообще, типа, очень редкая задача, а больше всего усилий в computer science сложено именно в редактировании текста. Вот. Ну, а вот Марк Шапира, это чувак, который придумал сердитист эту всю идею, он, типа, такой по-простому, значит, register, let's try to win. То есть, у нас простой тип, где последнее значение выигрывает. Потом второе, multivalue, это как динамо или кассандра. То есть, вот вы записали здесь единицу, здесь двойку. Так ничего не происходит. Просто вы получаете в конечном итоге массив из единицы и двойки. И потом решаете на каждой стороне, что выбрать. Каунтеры. Каунтеры. Ну, это очень практично. То есть, сначала сделали каунтер, который только увеличивается, они умеют уменьшаться. Вот. Но потом сделал, типа, каунтер, который умеет уменьшаться. На самом деле эти два каунтера, которые умеют увеличиваться, а потом просто разница между ними. Вот. Ну, по-простому, ну, как бы, такой гетто. Потом gset. Ну, только вот можно добавлять элементы, нельзя удалять. Ну, оказалось, что это не очень практично. И создали 2pset. 2pset – это тип данных, где вы ведете просто два gsetа, где один с добавленными, другой с удаленными. Опять, ничего никогда не уходит в систему. Вот. И, там, element set at less right wins. То есть, там всегда последнее. Но все поняли, что 2pset типа отстой, потому что можно выкачать… То есть, реально есть примеры, когда вы можете выкачать, типа, там, 2 гигабайта каунтеров. Да даже есть какая-то блядь, где чуваки говорят, не ставьте наш сервак, потому что, ну, типа, накачайте все каунтеров, типа, вам это не надо. Orset – это, типа, чуваки поняли, что, ну, 2pset, типа, ну, как бы, ничего не удалять из системы – это не круто. И они начали делать так. Они помечали каждый элемент уникальным тегом и ввели список тегов удаленных. Но все равно это, как бы… Ну, с этим сложно, как бы, работать. Вот. Это пример имплементации G-каунтера на JavaScript. То есть, я вот… Как бы это, там, начальное значение. Каждый раз, когда мы имплементируем, ну, получаем такое. Это мы получаем текущее значение. Ну, и, как бы, вот так происходит mesh. Мы убираем максимальный элемент из того, что получили. И… PN-каунтер. Ну, то есть, как видите, типа… Вот здесь… А, здесь нет определения. Ну, короче, вот… Нетипизированный язык и нельзя показать, какого типа P и N, да? Ну, это просто G-каунтеры. То есть, тоже типа… Мы там их инкрементируем, декрементируем так, получаем разницу вот этого, о которой я говорил. И вот так мы мержим. То есть, мы мержим, на самом деле, два G-каунтера внутри. Вот. И тут куча кода. Ну, можно не смотреть вторую половину. В общем, основная идея – это типа… Где-то, где инициализируется PN-каунтер. Вот он. Вот это типа на… Скажем, это один браузер, один клиент – это другой клиент. И они как-то там мержат это все дело. То есть, я не знаю… Как бы… Это код, а вот это попроще выглядит. То есть, вот там… Сначала мы увеличили каунтеры на одной стороне, не синхронизировались. У нас на одной стороне два, на другой – ноль. Потом увеличили еще раз. А после мержа получилось так, что на второй стороне уже двойка. Потом перед мержем мы на втором каунтере уменьшили. Получили так. Вот. И увеличили на первой стороне на один каунтер. Получается здесь 3,2. Ну, и после мержа, соответственно, они сойдутся. Это как банковские транзакции. Тоже так примерно работает. Та же самая идея. То есть, когда свертку вы делаете, вот это через свертку выражается такая же штука. Вот. Я, короче, даже хотел… У меня была попытка написать пример и для Orset. Но там типа строчек 200. Как бы на экран это не поместится. Вот. И что еще такого? А, вот, значит, тулы, которые есть для того, чтобы можно было попробовать, что-то потрогать, получить какой-то… ну, не писать все самому. В общем, самое модное сейчас YGS. Я ее нашел вот буквально на прошлой неделе. Это фреймворк для создания на базе там базовых типов CRDT. Они поддерживают, в частности, XML и JSON. Это очень типа модняво. Особенно JSON. И поддерживают кучу разных каналов. Вот каналы самые интересные. То есть они поддерживают WebRTC, P2P. Они поддерживают Jabber. Они поддерживают WebSocket. То есть все, что надо, там есть внутри. Можно пробовать. Оно как бы выглядит очень вкусно. Я не пробовал еще. Потом ShareDB – это для Operation Transformation. Swarm – это вечно проект в процессе. То есть его можно посмотреть чисто как бы, чтобы почитать код, но обычно в каждый момент времени он не рабочий. То есть там появляются новые версии, но в каждый момент времени вот этот Виктор не доделывает его до конца. Это чувак, который делает Яндекс.Почту. Вот он довольно хорошо ориентируется в теме. Потом OTGS, понятно. CRDT. И оно как бы работает, но там есть некоторые но. Я о них тоже расскажу позже. Репликатив есть. Это на Closure Script. Но есть биндинги для JavaScript. То есть можно скомпилить все как библиотечку и потом использовать. То есть это мощная штука, потому что там сразу есть и бэкэнд, и фронтэнд. То есть можно и на сервачок это подкачивать. И все в коробке. Значит, кто использует? Ну, использует. Facebook в какой-то мере использует. Скорее всего в чате. Потом. Потому что ключит ровно как должно быть. как сделано в CRDT. TomTom использую для своих точек. Потом. Я не геймер, поэтому я это только в интернете нашел. SoundCloud я пользовался. Думал, что он так тормозит. Ну, и теперь я знаю. Ну, там не с первого раза. В CRDT сложно довольно делать. С первого раза, чтобы заработал хорошо. Вот. Ну, и React. Это самая перспективная база в данный момент. Потому что она представляет интерфейс к типам данных CRDT. Плюс она делает весь maintenance на бэкэнде. типа garbage collection, там, так далее. Cut-off данных. То есть там все тщательно. И они очень клево развиваются. То есть нужно посмотреть, если... То есть это, типа как это, true distributed system. Это вот React. Потому что все остальные на данный момент используют в том или ином виде. в том или ином виде, мне кажется, за исключением COHDB, используют в том или ином виде Quorum Commit. Quorum Commit – это значит, что на скейле вы пукнете. Чисто за счет трафика между модами. Вот. В общем, какие как бы есть там практические недостатки. Реально сложно найти что-то полезное почитать. То есть теории дохера. Ну, то есть можно реально зайти там на архив, и там есть куча сотей про CRDT. Но там нет ничего практически полезного. То есть вот так взять, потрогать, там ничего нет. То есть там есть алгоритмы, описанные в псевдо-каком-то языке, который нужно переведить в какой-то нормальный язык. То есть это значит, что нужно разобрать всю нотацию, которая есть в этом пейпере. И еще они нотацию используют как бы таким образом, как бы на базе своего опыта. То есть типа нужно найти самый первый пейпер по этой теме, исследовать до пейпера, который вы читаете, чтобы расчислить все детали нотации, которые есть в пейпере. И это реально как бы напрягает. Вот. Потом, значит, практическая проблема. Communication Overhead. То есть какая проблема вот CRDT, ну вот OT против CRDT. Значит CRDT медленный на запись. Например, вы если делать редактирование, то latency между нажатием на кнопку и тем, когда все синхронизируется, большое. То есть вам визуально видно, что оно типа не супербыстро. В то время как Operation Affirmation, он очень отзывчивый. Вы сразу типа получаете результат на экране, но большой latency на чтение. То есть много операций выполняется буквально O от N квадрат K. Типа это дофига очень. Типа на чтение. Вот. То есть получается, что большинство усилий практических реализаций CRDT направлены на оптимизацию Communication Overhead. Там разные техники используются, вплоть до архивирования на ходу PLO, да, и потом разархивирования. Вот. И так далее. То есть это как бы ну реально больная тема. Вот. Потом, ну вот бесконечный рост. То есть если не организовать какой-то garbage collection, то вы реально можете просто чисто на G-каунтерах нарастить себе там 3-4 гигабайта. Если у вас большое количество участников системы. Потом по умолчанию алгоритмы типа OP, они используют Vector Clock. Кто знает, что такое Vector Clock? Короче, это типа логические часы. Синап чисто для референса. То есть тут можно не читать, я все равно сейчас объясню. Короче, идея такая, что у вас, скажем, есть три ноды. Вы для каждой ноды ведете какие-то некие логические часы. Начинаются они там условно с единицы там или с нуля и двигаются всегда вверх монотонно. И получается, что с каждой операцией между нодой A, нодой B, там нода 1, нода 2, вы увеличиваете, соответственно, каунтер на одной и на другой. На одной перед отправлением, на другой при мерже. И вот вы постоянно увеличиваете каунтер и получается, что вы сохраняете порядок операций за счет частичного partial order. То есть эта идея не супер нова, типа там в 88 году еще до OT ее придумали. А первоначальная идея logical clock, ну потому что вы знаете, что время в распределенной системе не существует. То есть время это что-то, на что мы не можем полагаться. Ни при каких обстоятельствах. Вот. И первая идея в Lampard timestamps, это типа просто с каждой операцией увеличивался некоторый каунтер монотонно на один. Он был один на всех. И вы таким образом поддерживали частичный порядок внутри системы. Vector Clocks это типа шаг назад, шаг вперед, когда вы уже этот же такой же самый механизм поддерживаете для всех нод. Ну и как бы недостаток Vector Clocks в том, что типа этот весь массив, ну весь как бы набор каунтера вам нужно передавать с каждым сообщением, чтобы они корректно мержились на внешних нодах. И если, например, у вас, кстати, тысяча участников системы, нет, тысяча, наверное, мало, миллион. Такое, там, не знаю, сайт какой-то про футбол, ну то у вас полный геморр просто этого всего. То есть вы реально очень много каунтеров передаете и много трафика гендируется. Вот. И короче, нужно делать какой-то garbage collection. То есть чуваки, которые отвалились, их нужно с Vector Clocks убрать. Чуваки, которые, данные, которые сошлись на всех нодах, нужно каким-то образом их отсечь. Ну и вы уже какую-то ивристику применяете, потому что, ну если в тупую все делать, в теории типа у вас должна быть всегда история всех операций за все времена, которые есть. На практике хер вам. Такое не получится сделать. Вот. То есть получается, что это, как бы эти типы данных очень конкретно, очень сильно зависят от домена. То есть типа вам нужно понимать, как определить функцию типа катов, да, когда вам можно отрезать данные, говорить, что вот они типа везде сошлись, их нужно схлопнуть и так далее. То есть это как бы конкретно вот имплементация. Значит, окей, значит, следующая тема – это Delta Mutation. Это вот совсем свежак, типа в прошлом году. Придумали? То есть, ну проблема с RDT была до этого, что если ваш дейтасет как бы большой, то вам его нужно таскать между всеми участниками системы, вы делите много трафика. Как для клиентов, так и для себя. Много, в смысле очень много. Ну, досера. Это как бы, ну, слегко, очень типа легко попасть в ситуацию, когда у вас все лежит из-за этого. И придумали такую штуку, называется Delta Mutation. Это когда можно запросить кусочек стейта, его мутировать, вернуть обратно, и все сойдется. Это типа супер тема. Я еще тоже не сильно разобрался с пейпером. Но, в общем, как бы очень перспективно выглядит. То есть у вас есть какой-то, например, супер большой JSON, вы себе кусочек его взяли, там почикали, вернули, все сошлось, ну и как бы зачет. Вот. То есть тут я выписал список каких-то, как бы, на мой взгляд, важных моментов при моделировании, там, вашей конкретной системы, если вы будете как-то такое использовать. То есть когда вот, там, первое, это, там, примерно сколько клиентов. Например, вот я моделирую корзину. У меня очень четко, мои клиенты, это все девайсы человека одного. У меня их там, условно, там, семь. Да. Я могу не напрягаться по поводу спейса, потому что, как бы, ну, там, с какой частотой человек кликает на корзину. У меня есть, там, да, data points, да, там, раз в две минуты. То есть я реально могу, у меня есть количество средних элементов в корзине. Я, как бы, могу легко построить модель, да, при которой, там, CRDT для моего кейса подходит. Вот. Потом вместо вектор-клока сейчас придумали, там, новую штуку. Называется interval-3-клок. Это, типа, та же самая идея. Вы ведете все вот эти каунтеры, только там очень, как бы, экономно с точки зрения спейса. То есть он маленький payload для поддержки этого partial order. Вот. Ну, там, короче, потом, если у вас есть удаление, нужно примерно представлять, типа, ну, что должен быть cut of time, да, когда, ну, все очистить, перезагрузить и так далее, потому что, ну, у вас будет этих тегов, там, тысячи удаленных. Вот. Потом, если очень sensitive data, то тогда нужно придумать quorum commit. Это значит, нужно найти момент во времени, когда все устройства у человека онлайн, и мы можем собрать quorum по данным. Ну, не все, а там, ваш quorum, скажем, 3 или 4. То есть, quorum мы собрали, сказали, ну, все, вот это вот, там, значение у нас выиграло, как бы, ну, всем остальным записать то, что в quorum было решено. То есть, какой-то геморрой, который, типа, ну, надо в том или ином виде имплементировать. В общем, как бы, все. Это можно потом почитать. Спасибо. 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 Спасибо.